С Верой в спорт Доброй традиции и стал уже естественным какой-то образом жизни для города Кирова Это итоги любительской футбольной лиги Кировской области Сегодня у меня в гостях Павел Шихалеев, гендиректор компании «Новый дом» Президент любительской футбольной лиги Кировской области Здравствуйте, Павел Евгеньевич Добрый день И Алексей Куклин, директор любительской футбольной лиги Кировской области Здравствуйте, Алексей Добрый день всем нашим радио и, я так понимаю... И YouTube-зрителям Да, мы еще записываем это все на видеокамеру и обязательно после эфира выложим в сети, в интернет. Итак, в начале октября были подведены итоги летней серии игр, летнего сезона любительской футбольной лиги. Очень масштабного, крупного события, которое собрало очень много команд, очень много зрителей. Давайте об этом поподробнее. Алексей, тогда вопрос. Да, давайте я начну, потом уже Павел скажет свои слова. У нас на самом деле в октябре были подведены итоги, то есть было грандиозное закрытие летнего именно сезона, летнего периода чемпионата ЛФЛ. Это, я думаю, что большой прорыв был для всего кировского футбола, потому что в этом чемпионате у нас участвовало более 55 команд. Вот если вот взять мужскую лигу, то есть у нас был формат 8 на 8 и 7 на 7, то есть это больше 55 команд. Что касается формата 8 на 8... Это только мужская лига. Да, да, то есть я сейчас не беру ни женщин, ни детских команд отдельно, у нас эти еще лиги есть. Если взять основной формат, это формат 8 на 8, там у нас было 48 команд, разделенные на три дивизиона. Почему разделенные на три дивизиона? Это, я считаю, очень важно. То есть каждый дивизион по силам, равноценная команда, играют между собой. То есть поэтому мы, когда призываем людей вступать в нашу лигу, мы говорим, что вы не бойтесь. Вот вы видите там, например, команды у нас из топ... Соперники равные будут. Да, соперники будут равные, потому что мы спокойно вас разграничим по мере как бы вашего уровня. Поэтому сделаны три дивизиона. Если нужно, мы будем делать и четыре дивизиона, потому что ажиотаж сейчас большой, заявки идут. Поэтому не нужно бояться, вступайте в нашу единую лигу, мы всех ждем. Что касается всего чемпионата, еще раз говорю, что прошел на очень высоком уровне, всем все понравилось. Были какие-то небольшие ошибки с нашей стороны, мы это все учтем в следующих чемпионатах обязательно. Ну и отдельно хотелось бы сказать насчет детской лиги. То есть детская лига у нас также активно развивается. Там было порядка у нас 600 человек. Также было закрытие проведено. В принципе, все было тоже на должном уровне. Будем надеяться, что команд детских все будет больше, потому что сейчас ажиотажи вокруг футбола. И школ частных открывается очень много. И вообще все родители отдают своих детишек, начиная с трех лет сейчас, прямо в детские маленькие... Детей из самого маленького возраста в детские школы. Поэтому все прошло на должном уровне. Я думаю, Павел сейчас это же подтвердит. Да, безусловно. Мы ставили основную задачу. Это, во-первых, массовое вовлечение людей, которые на сегодняшний день занимаются в какой-то форме футболом. Ну и вообще, как бы, в принципе, основная задача – это воспитание здорового образа жизни в виде той популярной игры, которую летом, я думаю, все лицезрели и на чемпионате мира. И, соответственно, популярность из-за этого значительно выросла к этому виду спорта. Как и у детей, во все детские спортшколы футбольные сейчас по России очереди достаточно большие. И желание играть и у детей, и у взрослого поколения присутствует. То есть, конечно, в нынешних реалиях, которые у нас происходили на футбольную тему в Кировской области, это было делать проблематично. Но я надеюсь, что наш труд и наша работа, которую мы уже второй год проводим, в этом году была достойно оценена теми, кто, соответственно, первое это играет в эту игру и всеми теми отзывами, которые были в социальных сетях и в средствах массовой информации, и от средств массовой информации о тех мероприятиях, которые мы проводили, от тех игр, и непосредственно от организаторов любительской футбольной лиги России, которые мы получили в свой адрес также от наших гостей, это там и наших друзей уже, это и комментатора Кирилла Дементьева, который сейчас комментирует на Матч ТВ. Он был на открытии. То есть, соответственно, он следит, передает всем привет и очень рад, что в Кирове на самом деле футбол на таком уровне сейчас представлен, в массовом, таком качественном формате. Также вот Александр Панов постоянно звонит, спрашивает, как у нас дела, следит за нашими всеми проектами. Да, это директор любительской футбольной лиги детской России. То есть мы обязательно в следующем году будем очень тесно сотрудничать. Я надеюсь, что удастся реализовать планы по проведению какого-то этапа чемпионата России у нас в регионе детского. То есть это будет как бы достаточно масштабное событие. Поэтому я считаю, что вот эта оценка действительно для нас еще больше и стимул для того, чтобы двигаться вперед, двигаться дальше. Мы перенимаем какой-то дополнительный опыт, вырабатываем что-то новое для того, чтобы продолжать в том же духе и реализовывать задачи по развитию футбола в регионе. Все оценки эти, это, конечно, очень здорово, но то, что мы здесь видим со стороны, это, конечно же, большой приток и команд, как Алексей сказал, и зрителей в том числе. Вот давайте поговорим сейчас о том, что, как Павел Генчич сказал, здоровый образ жизни. Мы любительской футбольной лигой, футбольной именно лигой воспитываем. То есть это те команды, которые участвуют в играх, которые соревнуются в турнирах, и те зрители, которые присутствуют. Все-таки важный критерий здесь – это оценка зрителей, мне кажется, в первую очередь. Потому что именно от их активности, от их присутствия на футбольном мероприятии, во многом зависит, от этого зависит то самое сарафанное радио. Насколько эти самые иллюзии будут потом представлены, и дальше это все будет. Да, да, я согласен полностью с вами. То есть вот на закрытии летнего сезона, которое у нас недавно прошло, мы даже делали отдельные номинации тем командам, у которых появились свои болельщики. То есть у нас есть одна из команд... То есть группа поддержки. Да, у нас есть команды, у которых уже есть фанатское движение, как бы сформированное в течение нескольких лет. Это на самом деле так, это, например... Да, примерно 20-50 людей постоянно приходят болеть за ними. Со своей символикой. Со своей символикой, со своими кричалками. Да, да, да. Да, все так. И очень порадовало то, что на момент чемпионата, например, у команды не было никаких болельщиков. Постепенно команда начала набирать ход, сыгрываться. Начали вливаться новые игроки. Новые фишки сегодня появились. Да, и начали потом вокруг этой команды появляться уже свое фанатское движение. То есть таких команд у нас несколько. Это очень радует. Мы за этими командами следим, обязательно их наградили. Мы надеемся, что так и дальше пойдет. Я считаю, что очень важно это. И хочу сказать всем, кто у нас в коллективе, кто в федерации ЛФЛ, большое спасибо. Потому что вот я тоже там много со стороны наблюдал. Прямо на наших глазах, помимо того, что реально формируются команды, еще формируются небольшие коллективы. И вот какая вот такая тусовка, да, вот спортивная, футбольная. Ну, это на самом деле очень радует. Очень радует. И главное, что командам очень интересно и дальше это продолжать. То есть они создают отдельные странички в соцсетях. Да, где общаются с фанатами. Где общаются между собой, с фанатами. Они награждают своих игроков в отдельных номинациях, помимо нашего вот всего вот этого награждения. То есть это очень здорово. Это уже на уровне России, да, вот на уровне ЛФЛ. Это уже давно. Но до Кирова только вот с этого, с того сезона это, ну, доходит. Как обычно, все с опозданием, но это будет развиваться, я уверен. Но доходит, это главное. Да, это доходит. Да, то есть надо понимать, что это не просто жизнь на поле, да. Это жизнь еще вовне ее. То есть мы стараемся, как бы, предложить людям интересный контент для того, чтобы они могли общаться, могли двигаться вперед, сами развиваться, получать положительные эмоции от того, что они находятся в целом в нашей, как бы, определенной большой семье футбольной, да. Как бы, вот это очень радует. Это особенно поколение молодое, когда, ну, выборов много у нас вокруг, да, на всевозможные темы, чем заняться. И дети и ребята делают выбор как раз в пользу здорового образа жизни, футбола. И вообще, в целом, как бы, хороших человеческих коммуникаций, это замечательно, я считаю. Да, это приятно. И молодежи, это втройне приятно. И ветеранам футбола, которые у нас были здесь на прошлой неделе, тоже от них самые лучшие отзывы, самые приятные отзывы тоже мы слышим. Вот важный фактор, вы отметили, что все-таки здоровый образ жизни, да, учитывая нынешние информационные поводы, все-таки тот общественный резонанс, который получают сейчас около футбольной темы, все-таки стоит полагать, наверное, что сейчас усилится не то чтобы контроль, а какой-то самоконтроль спортсменов, самоконтроль футболистов с точки зрения как раз своего поведения, вне футбольного поля в том числе. Я думаю, что это затронет и кировских футболистов, потому что здесь у нас город небольшой, все на виду, все друг друга знают. Я полностью согласен. Здесь просто еще появилась такая небольшая тема, что вот человек, независимо от того, в ком дивизионе играет, он уже начинает на самом деле жить ЛФЛ. То есть если раньше он ходил, тренировался, когда захотел, один-два раза в неделю, когда ребята позовут, сейчас нет, он в команде. Ну просто я это сам слышал, ко мне подходили люди и говорили большое спасибо за это, что сейчас у меня есть четкий график. Я знаю, что я не могу подвести команду. Я знаю, что мне надо, например, во вторник и в субботу прийти на игры. Раньше я бы просто мог пойти или не пойти, пойти по каким-то своим другим делам. А так вот это очень важно. То есть у людей появляется на самом деле спортивный какой-то график. И если появляется спортивный график, соответственно, ведь потом в каких-то других делах тоже появляется свой режим. То есть уже человек по-другому относится ко всему другому. Система какая-то. Жизнь обретает какую-то форму, очертание. Да. И я некоторых людей с момента окончания школы футбольной секции не видел лет 10. Они где-то кто играл, кто вообще про футбол не думал. Я сейчас вижу этих людей в ЛФЛ. Они возвращаются. Они говорят, как здорово, я не играл реально больше 5-7 лет. Они сейчас играют, пускай во втором, в третьем дивизионе, но еще раз говорю, разницы абсолютно вообще нет никакой. Можно играть и в пятом дивизионе, но ты получаешь вот эту организацию, вот этот антураж, и ты просто в игре, и это здорово. Ты отработал днем на работе, ты пришел и получил море удовольствия, поиграя в футбол на отличном поле, с отличной организацией. И потом еще о тебе написали в интернете, посмотрели там твои фото и видели, что может быть лучше. Но надо понимать, что основу все равно у нас сформируют профессиональные команды, по сути дела, которые сформированы в первом дивизионе, в основном в высшем, где играют лучшие игроки с области на сегодняшний день. Это факт. То есть на сегодняшний день, конечно, существует ряд проблемных взаимоотношений именно игроков с командами, в которых они выступают в чемпионате области, хотя их там, конечно, это немного касаемо отдельных людей, но большинство, 90%, они, несмотря ни на какие там, кто-то может и штрафные санкции, еще что-то, то есть они идут играть, потому что они видят колоссальную разницу. Они просто даже получают от этого удовольствие, потому что о деньгах у нас говорить в кировском футболе вообще нельзя. То есть какие-то могут быть деньги, никто ради денег, даже у нас в командах, которые можно назвать топовыми, которые играют там, люди не получают. То есть для них должно быть первое ощущение, что они должны получать удовольствие от самого процесса. И они приходят, разговаривают в диалоге с нами, мы слышим, что «да как нам это уже надоело, что мы хотим играть вот здесь, мы можем и здесь, и там, нам тут пытается кто-то запретить». Вот это вот плохо, потому что на самом деле это все направлено на разрушение общей какой-то такой структуры развития спорта, вот именно как в футболе, как в регионе, так и в целом, как бы, ну, вообще в среде. Потому что все должно быть направлено, у нас цели-то одни, и мы не ставим и не конкурируем ни с кем в этом направлении, потому что мы не начинаем организовывать формат 11 на 11, хотя могли бы и сделать его и на качественном уровне. Ну, что-то еще впереди. И привлечь команды региональные, но мы не ставим такую цель. У нас цель – это массовый спорт, который охватывает максимальную среду желающих участвовать в нем. Но при том формирование там профессиональной основной как бы лиги, которая могла бы как продукт выглядеть красивым на телевизоре, для зрителей, которые могли бы ходить на эти матчи регулярно, ну, по сути дела, бесплатно там, не неся никаких затрат, просто получая какое-то зрелищное культурно-массовое мероприятие. И которая могла бы представлять интересы Кировской области на уровне России. Как минимум. Да. То есть мы решаем все задачи, которые на сегодняшний день стоят, в принципе, перед и Федерацией футболобласти, и вообще, в принципе, чиновниками, которые занимаются спортом. То есть, ну, занимаются спортом. Потому что основная задача – это, во-первых, чтобы не было бюджетных затрат никаких, которые сейчас говорят про это, их нет. Задача, чтобы был массовый, развивался спорт, он развивается. Задача, чтобы сформировалась какая-то профессиональная или профессиональные команды, которые могли бы представлять область, это тоже есть. Для этого сейчас нужно немного. Это просто грамотное отношение к этому всему процессу наших чиновников. Потому что печаль в этих всех вопросах, знаете, одно, то, что все очень тяжело раскачиваются, и очень с такой, ну, большой степенью проблематики подходят к организации всех процессов. У нас нельзя долго стоять на месте и, там, решать годами какие-то вопросы, которые, там, хозяйственного плана, еще чего-то. То есть, если мы приходим с прямым предложением, давайте построим стадион вот под этот формат, от вас ничего не надо, вы только, давайте, там, ну, место выделим, построим его, построим его за год. Ну, авосы ныне там. То есть, вот это проблема. То есть, я надеюсь, что, как бы, нынешняя ситуация и результат нашей работы именно в этом году, он должен быть услышан не только, как бы, в среде тех, кто участвует в этом процессе, зрители. Это должно все-таки быть услышано. И я думаю, что и в кругах органов власти, потому что у нас проходят и чемпионаты губернатора по боксу, там, кубок КВН губернатора. Вот, в следующем году можно провести турнир на кубок губернатора. Пожалуйста, будет представлено. Да, замечательно. Я думаю, что любые желающие команды могут заявиться или, наоборот, всех профессиональных команд, может, разных регионов собрать. То есть, мы это можем организовать, можем это сделать. Это очень хорошие проекты, продукты, с которыми можно сотрудничать, с которыми можно работать. И мы для этого диалога открыты. То есть, мы уже свой шаг, как бы, к этому сделали. Теперь ждем, как бы, ответных шагов в нашу сторону. Потому что, ну, в нынешней ситуации, мне как кажется, что все-таки у нас административный аппарат, административные органы, которые решают вот эти задачи на уровне каких-то федеральных программ, они заинтересованы в том ресурсе, которым обладает мы в плане того, чтобы эти задачи не решались. Ну, конечно, мы были эти дружащие сыны по сути, спорта. То есть, конечно, мы ведь открыты к этому. И мы при всем том, что этот продукт сейчас, он, как бы, имеет и хозяйственную, и финансовую составляющую. Это уже не дотационный какой-то продукт там со стороны спонсоров, которые там сегодня он есть, завтра он нет. Нет, это уже продукт, который будет существовать и работать независимо от... Спокойно уже мы вышли на полную его окупаемость. Финансовая модель его, она, как бы, рабочая на текущий момент. Соответственно, это говорит о том, что он будет жить и развиваться. Одна из целей, которые вы озвучили, которая успешно реализуется в этом сезоне, ее, верно, будет реализовываться дальше, это выход профессиональных команд на всероссийский уровень. Недавно состоялся на чемпионат России в городе Сочи, где было представлено, насколько я понимаю, три команды, представляющие Кировскую область и представляющие очень успешно. Да, Алексей, расскажите. Да, сейчас я постараюсь вкратце все это рассказать. Все дело в том, что на чемпионат России, по факту, наш город не должны были взять, то есть ни одну из команд. Сейчас объясню, почему. Потому что, чтобы попасть на чемпионат России, который в этом году впервые проводился с РФС, с Российским футбольным союзом, то есть ЛФЛ и РФС вместе объединились и провели, это как бы, это на самом деле тоже шаг вперед, большущий в развитии ЛФЛ. ЛФЛ сейчас вообще, кстати, на рассмотрении в УЕФА стоит, то есть это будет просто полноценный международный отдельный формат 8 на 8. 8 на 8 и 6 на 6, вот там два формата сейчас в УЕФА. Так вот, почему они должны были брать нашу команду из Кирова? Потому что президент смотрит, кто у нас стал чемпионом от Кирова. Например, там такая-то команда. Он смотрит, есть ли какие-то регалии. Участвовала ли эта команда в каких-то региональных турнирах? Нет, не участвовала. Участвовала ли она там на межконтинальном кубке ЛФЛ? Нет, не участвовала. Это важный фактор. Почему он должен взять команду на чемпионат России, где лучшая команда из всей России, которую он знает, в которых он уверен, что не будет счет 0-20, 0-30 и так далее? Чтобы было красиво, зрелищно, борьба. Зачем ему брать спорную команду? Поэтому мы в течение порядка двух-двух с половиной недель нашей федерации доказывали ему звонками, видео, фотонатчетами, что у нас уровень команд, которые мы хотим делегировать от Кировской области, на чемпионат России, на самом деле достойный. Как это можно было доказать? Только путем видео, фотоподкреплений и постоянными звонками президенту ЛФЛ России Смирнову Дмитрию, который на тот момент находился вообще в Испании, на чемпионате Европы ЛФЛ в формате 6 на 6. То есть, в принципе, работа проделана была большая. Мы на самом деле все переживали, получится или нет. Но, слава богу, получилось. И он сам лично подошел, когда мы приехали, и когда у нас футбольный клуб «Вектор» вошел в топ-5, просто пожал руку, сказал, что спасибо, что вы дожали меня. Я прогадал. Да, да, да. То есть, на самом деле так. В общем, мы довольны. Это на самом деле большое событие. То есть, отбор шел из 80 команд. Во всей России. Из 80 команд отобрали 42, которые поехали на чемпионат России. Из этих 42 были две наши мужские. Это футбольный клуб «Вектор» чемпион 2017-го и футбольный клуб «Фанком» чемпион 2018-го года, соответственно. Ну, свеженький чемпион. То есть, «Фанком», к сожалению, из группы не вышел. Хотя я же находился там, я наблюдал все матчи по уровню игроков отдельно взятых. Это команда одной шестой финала, как минимум. То есть, что-то там просто не получилось. Это уже как бы они в своем коллективе. После сезона, да? Напряженный. Ну, да. Наверное, так. Потому что у нас только же сезон закончился. Вот они сразу поехали. А «Вектор», еще раз говорю, то есть, он вошел в топ-5. Это событие для всего кировского футбола. Это не только взять ЛФЛ. Ну, то есть, я не знаю, какие вот у нас регалии у кировского футбола за последние несколько лет были. Я думаю, что не ахти. Но вот это, я думаю, что все перекрывает. Потому что, на самом деле, уровень. И дай бог, что мы когда-то сможем повторить или еще улучшить это достижение. Но это, на самом деле, большое событие. Я поздравляю еще раз команду. Да, присоединяемся, поздравляю. Да, и зрители, вот, кстати, я сейчас вот... Поддержка была колоссальная, потому что все... И в Сочи раз. И трансляции были прямые. Там прям писали люди комментарии. Вот, которые можно сейчас, кстати, посмотреть в записи и оценить, насколько качественно. Да. На сайте lfl.ru есть все трансляции, где можно найти наши команды, все их матчи. Все видеозаписи. Посмотреть эти все красивые голы. Ну, по-моему, вот, когда ты смотришь такой футбол, у тебя, во-первых, первая мысль того, что, ну, до конца не верится, что это наши ребята так играют. Потому что это так выглядит очень, ну, красиво. Там умеют это все красиво снять. Там красивые поля, все классно и смотрится, поэтому очень супер. То есть это о чем говорит, что здесь это было бы тоже зрелищное, качественное событие, качественное мероприятие, интересное, которое можно было бы показать не только по телевизору, что мы уже тоже показали. Да, были трансляции. Как можно показывать футбол, как можно его с комментариями показывать. И, соответственно, зрители бы имели возможность прийти и посмотреть, если бы это был хотя бы у нас один нормальный, неплохой стадион для формата 8 на 8, где не было бы таких больших трибун, где было бы не так комфортно, а было бы уютно, там на 300, допустим, 400 мест. Это бы просто было суперское место, которое, я думаю, бы в каждую субботу наполнялось зрителями, где можно было бы там организовывать определенную программу. Это было бы интересное событие каждую субботу, там, в воскресенье, для нашего города. Да, я бы хотел еще дополнить то, что, недорассказал немного, что помимо того, что там Вектор у нас, да, футбольный клуб пошел в топ-5, у нас же еще девушки. Так, самое главное. Да, самое главное, по сути, получилось так, что самое главное, это вошли в тройку призеров. То есть они стали третьими на чемпионате России среди женщин в формате 6 на 6. Девушки играют в немного усеченном формате 6 на 6. Опять же, я даже не вспомню, чтобы у нас в Кирове кто-то добивался более значимого результата. Я хочу выразить огромную благодарность каждой девушке из команды. Сейчас объясню, почему. Потому что чемпионата Кировской области, ЛФЛ, у нас нет. У нас просто не набралось команд. Для женской лиги. Мы провели кубок. И вот 2 мая, когда у нас приезжал Кирилл Дементьев, когда приезжал Александр Панов, и у нас именно с того момента появилась цель нам нужного, чтобы ты не стала, эту футбольную команду женскую нашу отправить на российский уровень. Потому что уровень девушек, на наш взгляд, был очень достойный. И они это подтвердили. Опять же, есть к чему стремиться, потому что все женские команды, да и мужские тоже, приехали с тренерскими штабами. У них было по 5-6 замен. Наши девушки своим костяком с одной заменой. Скромно, но эффективно. Но да, то есть молодцы. И на самом деле большая им благодарность. Они проделали большую работу вообще. Ждем их в этой студии тогда, чтобы они рассказали все. Обязательно, да. Все они расскажут. Но они на самом деле проделали большую работу. Молодцы. В общем, я еще раз поздравляю и футбольный клуб «Вектор». Лично Виктора Савиных, директора команды, который проделал огромную работу. Он и партнеров нашел. То есть он доказал, что в Кирове на самом деле в спорт можно вкладывать. И это эффективно. Да. Да. Это на самом деле так. И люди, кто это видит. Там не надо ничего говорить, не надо никого уговаривать. Люди увидели, посмотрели. Я надеюсь, что в следующем году. Я сейчас не говорю о том, чтобы кто-то приходил, и мы не ищем спонсоров сейчас, в данный момент для ЛФЛ. Я хочу, чтобы организации, которые поддерживают спорт в целом, поддерживали команды, которые играют. То есть, соответственно, им нужна минимальная поддержка, хотя бы на какие-то... закрывать основную затратную часть команды. Там каждая команда какие-то взносы платит небольшие. Эти же взносы, да, Паш, уходят на призовой форму. То есть мы все на кубке. Я имею в виду, чтобы, по крайней мере, исключить ту форму, когда люди, которые играют в команде, они, соответственно, там несут какие-то затраты. То есть, ну, у нас сейчас уже таких команд много, которых конкретно поддерживает конкретный партнер. И мы говорим, вот нам лучше намного, когда вы поддерживаете отдельную команду. То есть это и уровень в целом ЛФЛ растет. Бюджет прозрачный и ясен. Да. Сразу понятно, какие деньги будут распределяться. И для вас это очень большое, как бы для любой организации, это достаточно большой, качественный такой социальный пиар-продукт, скажем, который позволит как бы войти как бы в формат организации, которые занимают активную социальную позицию по поддержке тех или иных каких-то проектов. Потому что мы все зарабатываем, как бы, и работаем в сфере бизнеса. Но надо понимать, что это не самоцель, цель она в другом. Это все-таки нести какую-то пользу в этом обществе в целом. То есть поэтому вот я активно призываю в следующем году, чтобы люди откликнулись именно поддержать те команды, к которым уже кому-то кто-то обращается. Это, поверьте мне, очень полезная. Хорошая задача. Да, тенденция в следующем году будет еще ярче, еще круче, еще больше участников, чем вы в нынешнем году. Да, просто даже для игроков будет намного приятнее находиться в команде, за которой, так скажем, кто-то стоит, да, когда они представляют какую-то организацию, либо элементарно какой-то магазин. И какая ответственность сразу появляется. Сразу они надевают форму с логотипом какой-то организации, уже по-другому даже восприятие идет. Давайте, время немного осталось, у нас еще очень-очень важная тема впереди. Напомню, что это программа «Сфера и спорт». У микрофона Вера Власова. В гостях у нас Павел Ишихалиев, президент ЛФЛ Кировской области, Алексей Куклин, директор ЛФЛ Кировской области. Анонсировали мы в одной из наших предыдущих программ с участием моих сегодняшних гостей, то, что в Кирове появится очень и очень важный спортивный объект, это крытый футбольный манеж, который можно будет использовать, нужно будет использовать в зимнее время, у которого просто очень много преимуществ. Итак, сегодня мы уже готовы представить конкретные сроки, конкретные даты, когда проект будет реализован. Павел Евгеньевич, слово. Я немножко так быстренько в предысторию этого вопроса вернусь. То есть у нас в городе надо понимать, что нет ни одного спортивного сооружения, где можно было бы играть зимой на искусственном покрытии футбольном, то есть как на стадионе «Динамо» или еще где-то. Мало того, я могу сказать, что количество залов для мини-футбола у нас, они все забиты, переполнены, и туда невозможно попасть. Третий момент, это уровень сервиса, который там предоставляется для людей. Ну, это как бы уже мы живем в современном обществе, где должно быть, по крайней мере, все прилично, качественно и хорошо. Вот это такие наболевшие проблемы, которые у нас были. И когда мы сформировали вот такую среду, которая готова играть и развиваться, и сформировался вот этот такой своеобразный спрос, и мы, как инвесторы, два года назад у нас эта идея появилась. То есть мы… Нужна база. Да, нужна база, на которой можно было бы круглогодично заниматься, независимо от времени, вести тренировочный процесс, концентрировать там детскую подготовку, и именно которая бы в будущем стала бы такой своеобразной кузницей вот этой кадров, как площадка, на которой бы развивались и дети, могли бы играть в постоянном режиме и там коммерческие структуры какие-то, которые там участвуют в формировании здорового образа жизни у себя в коллективах, ну и просто как бы люди, которым интересен футбол. И мысли наши у нас как бы, так как моя компания – это компания, которая там является застройщиком, то есть у нас там есть, были определенные там варианты, да, по размещению этого объекта. И ну в прошлом году мы проводили переговоры с представителями правительства Кировской области, но увы, как бы понимания здесь не нашли. Ну это о чем вы говорили, потому что довольно долго это все тянется. То есть мы со своей стороны, ну как любой там хозяйственный субъект, то есть мы сформировали определенные требования, но мы готовы были бы все это как бы сделать и все это качественно воплотить, но как бы соответственно пришлось все своими силами этот вопрос, значит, продвигать. Мы ставили какую задачу? Чтобы это было место, которое было, во-первых, географически очень удобно для всех, то есть чтобы оно могло быть не и удобно и жителям и юго-западного района, и жителям там стороны парка Победы, и соответственно можно было удобно добраться из центра. Ну из области, что было возможности люди привезли. Вот. И мы приобрели крупный производственный объект, на улице Некрасова он находится, за торговым центром Алтай-сервис, то есть под реконструкцию. То есть, ну сейчас процентов на 80, все работы выполнены, то есть соответственно там остаются уже такие как бы моменты, связанные с укладкой поля, там такие небольшие там облагораживание, да, облагораживание, да, вот все эти моменты, то есть основные все фундаментальные работы по реконструкции, они закончены, вот, то есть уже там работает тепло, то есть мы 1 декабря, вот я надеюсь, что если все у нас как бы как мы по плану намечаем, а мы в принципе когда что-то намечаем, у нас все идет по плану, вот, мы презентуем его, то есть в интернете, в социальном, везде мы разместим всю информацию, потому что мы уже начнем как бы, ну, набор команд, которые будут там заниматься, участвовать, уже объявим о турнирах, которые мы хотим там проводить, уже с 1 февраля мы как бы его запустим в таком тестовом режиме, скажем так, он будет, ну, работать полноценно, но официальное открытие мы сделаем 1 сентября, потому что, да, 1 сентября мы, у нас есть планы определенные по открытию и спортшколы детской, профессиональной, то есть которая в будущем должна стать кузницей кадров как бы по подготовке детей, и задачу мы ставим прежде всего... На профессиональном уровне. Да, на профессиональном уровне, это не просто занятие футболом, да, это дать возможность детям потом представить себя на просмотре в том или ином клубе, то есть мы за счет своих, как бы в нынешний момент деловых и рабочих связей с Федерацией ЛФЛ России, и так как там играют и представители данных спортшколы участвуют, как бы, которые представляют школы московских клубов, я надеюсь, что нам все это, наши задачи, которые мы ставим, получится реализовать, это, соответственно, обеспечить возможность для талантливых детей, если, конечно, на это готовы родители, там, да, выбрать вот этот путь, это при качественной подготовке здесь, потом пойти на просмотр там в спортшколу Спартака, ЦСКА и такие крупные, да, региональные спортшколы, там, Рубина, соответственно, там, в Перми, Амкара, то есть вот такие, как бы, планы у нас есть. То есть, что касаемо, что там будет, это будет два футбольных поля, то есть, которые будут в постоянном режиме работать, детских это будет три поля, значит, в едином, как бы, футбольном поле, там можно будет проводить турниры, аналога Кубка Легенд, который сейчас проводится, то есть мы такую задачу ставили, которая раз в год проводится, где играют все легенды собранные, как бы, ну, собираются все легенды мирового футбола, российского футбола и сборными играют. То есть вот я думаю, что если кому интересно, в интернете могут посмотреть это в формате 6 на 6, то есть там будет и трибуны для зрителей, мы планируем уже абсолютно современный подход применить к сервису обслуживания, то есть, соответственно, это абсолютно, ну, самые современные раздевалки, сауна там у нас планируется, соответственно, там, ну, качественная зона отдыха, ну, все, чтобы было максимально комфортно, там, большая парковка, ну, мы ставим амбициозные цели, надеюсь, что все у нас получится и надеюсь, что это будет действительно, ну, большой шаг в развитии, как бы, футбола в целом в регионе. Шаг, согласно, будет просто грандиозный, не только большой, но времени, он не позволяет больше обсуждать. Да, я единственное бы сейчас хотел сказать все-таки еще большое спасибо Павлу за это все, что он делает и поздравление для всех жителей Кирова, что на самом деле скоро появится открытый манеж с искусственным покрытием, ну, это на самом деле событие для всего кировского футбола. Это событие колоссальное, да, и мы очень ждем и Павла Евгеньевича, и вас, Алексей, в эту студию в декабре, чтобы мы уже конкретно смогли осветить создание и реализацию проекта по манежу. Поэтому в декабре, я думаю, что состоится наша следующая встреча. Конечно. Вот вам спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, что развиваете футбол в Кирове. Да, и до новых встреч. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. С верой в спорт.